Амур Амур Хабаровск сегодня – это крупнейший и самый развитый город на Дальнем Востоке – ключевой транспортный узел ДФО. Благодаря пересечению крупных автомобильных, железнодорожных, авиационных и речных путей, город играет важную роль как в масштабах страны, так и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. Уникальное логистическое значение подтверждают крупные проекты. Международный аэропорт имени Геннадия Невельского. В 2019 году заработал новый терминал внутренних авиалиний. Международный терминал будет открыт в 2025 году. В проект вложено более 6 миллиардов рублей. Единый аэровокзальный комплекс станет главным транспортным хабом Дальнего Востока. В городе уже работают крупнейшие в ДФО центры Почты России и Озона. Идет работа по созданию комплекса компании «Вайлд Берис». Строится железнодорожный сухой порт на 300 тысяч контейнеров в год. Транспортный коридор в Китай. Остров Большой Уссурийский. По поручению президента в этом году начнется строительство дороги к международному грузопассажирскому пункту пропуска с особым преференциальным статусом. Близость Хабаровска к пограничному терминалу даст новый импульс в развитии туристического и экономического сотрудничества с Поднебесной. Хабаровск. Экономический центр Хабаровского края. В городе сосредоточена половина демографического и трудового потенциала региона. Более 55% основных фондов экономики и объектов социальной сферы. Работают 68% организаций края. За последние пять лет активность бизнеса в городе выросла в полтора раза. В том числе благодаря территории опережающего развития Хабаровск. С 2015 года резидентами преференциальной площадки стали 77 предприятий с проектами на тысячи рабочих мест и десятки миллиардов рублей. Интерес бизнеса стимулирует развитие рынка жилья и приход в город застройщиков федерального уровня. В 2023 году в городе введено в полтора раза больше домов, чем годом ранее. А за последние пять лет больше миллиона. Прямо сейчас идут работы на перспективных участках, где в ближайшие годы возведут 3,5 миллиона квадратных метров. Хабаровск – лидер по реновации территорий на Дальнем Востоке. Благодаря слаженной работе администрации города, правительства края и бизнеса, на месте ветхих домов вырастают новые жилые комплексы, торговые центры и социальные объекты. Главная национальная цель – повышение качества жизни россиян. Важнейший инструмент ее достижения – нацпроекты, инициированные президентом. За последние пять лет на их реализацию было направлено 10 миллиардов рублей. В результате в городе были отремонтированы 230 километров дорог, построены школы, детские сады, модернизированы и открыты новые больницы и поликлиники. Благоустроено 28 скверов в разных районах города. Хабаровск – спортивная столица Дальнего Востока. Ежегодно здесь строятся новые спортивные объекты. Открываются секции, где тренируются будущие чемпионы. Регулярно проходят спортивные соревнования всероссийского и международного уровня. Хабаровск – единственный город в ДФО с четырьмя профессиональными клубами. Хоккейные «Амур» и «СКА Нефтяник», футбольные «СКА Хабаровск» и волейбольные «Амурские Тигрицы». В этом году открылась первая очередь нового горнолыжного комплекса «Хехцир» в перспективе курорта международного уровня. Благодаря этому и другим объектам общий турпоток в Хабаровске к 2030 году превысит 2 миллиона человек в год. Хабаровск – столица родины китов и самолетов, центр делового и событийного туризма. Международный фестиваль духовых оркестров «Амурские волны». Аудиовизуальное шоу «Арсеньев Лайф». Мультимедийный фестиваль «Просвет». Музыкальный марафон «Рок над Амуром». Международный анимационный фестиваль «Анимур». Хабаровск молодой, творческий, спортивный и деловой. Город, где хочется жить и развиваться. Город, который и сам на пороге грандиозных перемен. По поручению президента Владимира Путина был разработан мастер-план развития Хабаровска до 2030 года. Самый большой город на Дальнем Востоке получит одну из самых протяженных речных набережных в России. Девятикилометровая прибрежная зона станет одной из визитных карточек краевой столицы. Хабаровск – город, чьи улицы сочетают уникальные для страны дореволюционные постройки из красно-серого кирпича и образцы советского конструктивизма. Здесь по-особенному относятся к истории и культуре. Дальневосточный художественный музей – крупнейший на Дальнем Востоке. Здесь представлены шедевры российского и мирового искусства – Серов, Шишкин, Тициан и Рубенс. Однако на стенах лишь 5% от всех фондов. В запасниках еще 15 тысяч экспонатов. Все они станут доступны благодаря новому зданию музея. Почти 80 школ, 20 техникумов и колледжей и 11 вузов. Лидер по качеству образования на Дальнем Востоке – Хабаровск – в ближайшем будущем займет одну из центральных позиций в стране. Строительство межвузовского кампуса на участке в 40 гектаров начнется уже весной. К 2030-му в нем будут учиться 30 тысяч студентов. Благодаря мастер-плану будут созданы новые индустриальные зоны и тысячи рабочих мест. Площадки для развития креативной экономики. Новые парки и скверы. Возведены целые микрорайоны со всей необходимой инфраструктурой. Мастер-план – 700-страничный документ. Реализация которого оценивается в 1 триллион рублей. Работы уже начались. Крупнейший и самый развитый в ДФО. Ключевой логистический хаб и опорный центр разворота России на восток. Хабаровск – молодой город на древней земле с большим потенциалом и амбициозными перспективами. КОНЕЦ